В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Владивосток готовится встречать новый 2021 год. Ну а мы спешим поздравлять вас и принимаем поздравления сами. Я сегодня не ходила далеко за гостями. Мои коллеги Дмитрий Каплун, Михаил Бровкин, лучшие ведущие Владивостока, я не побоюсь этого слова, ведущие Радио Лемма, свадеб корпоративов юбилеев, ведущие Радио Лемма, ну и, конечно, городских мероприятий. Вот это да, это мы любим. Очень, очень, в этом году мало, но очень люблю. Да, этот год был классный. Как вам 2020? Спасибо не очень, можно перематывать. Спасибо не очень, я наелся, можно перемотать. Не, он был интересный, потому что даже сейчас в эту череду новогодних праздников ты начинаешь что-то придумывать, что-то изобретать. И сообщество ведущих, шоуменов, организаторов, менеджеров, которые занимаются мероприятиями, наверное, еще накануне месяца за два, за три уже собирали такое пленарное заседание. Было предложение, ребята, давайте собираться, надо что-то придумать, потому что... Как выходить из этой ситуации. Да, как было раньше, так не будет. Мы так не сможем работать, потому что однозначно будут ограничения, однозначно, то есть уже, как многие в своих таких профильных работах предсказывали, что вполне возможно такой ход развития событий. И выдумывались различные варианты, как устроить людям праздник, как отработать, как сделать хорошо и тем, кто отмечает, и всем, кто работает на этом событии. Так что год был интересный в плане именно креатива того, как это может быть. Реализация чего-то нового. Да, и многие молодцы, многие вышли из ситуации, придумав различные способы и приемы. Ну, хотя, как я считаю, праздновать мероприятие в онлайн-режиме, когда вы сидите по ту сторону экрана, а остальные по эту, ну и я почему-то отказался от этой идеи. Короче, онлайн тебя не зацепил. Нет, мне это не понравилось. Ну, это же выход. Это выход. Это выход, но... Подожди, ты каждый Новый год онлайн отмечаешь праздник с президентом. Каждый Новый год. В принципе, ничего... Не, ну, подожди, президент к нему домой не приедет, не поздравил. В принципе, ничего нового не изобретено было. Подожди, мы можем тогда дойти до онлайн и ходить в баню. Каждый у себя в ванне дома сел, ножки в тазик, с ней-то. А от кошка открыл, дышишь, пар выходит. Да, да. Все хорошо. Ну, онлайн как-то нет, онлайн как-то не зашел мне. Не знаю почему. Ну, получилось, один раз поработали. Спасибо, хватит. Ладно, как вы нашли время на меня прийти сюда, в своем... А мы не уходили. Ты нас заставила, во-первых. Мы... У нас не было выбора такого. А на самом деле времени сейчас много свободного. И не только у нас с Мишей, а у всего сообщества, кто в Ивенте находится. Все имеют много свободного времени. Ну, то есть, все-таки пандемия, она сказалась на этой отрасли. Конечно. Она сказалась очень сильно на... Не только на... Знаешь, тут... Ведущих, да? Надо говорить, что, наверное, самое... Может, могу ошибиться, да, простите, если кого-то там обидят. Но, наверное, самая пострадавшая была такая категория бизнеса. Этот пласт бизнеса. Это именно ивент, это развлечение, это именно то, на что люди стали экономить в первую очередь. То есть, люди перестали ходить кино, театры, рестораны. Перестали заказывать какие-то большие праздники, мероприятия. И, причем, это не только мероприятия частного характера, это мероприятия и масштабные, да. Городские, краевые, федеральные события. Все это тоже встало... Ну, давайте вспомним, как мы 9 мая отмечали, да. 9 мая, это была 75-я годовщина. Это знаковое, символическое мероприятие для нашей страны и в каком формате оно было. Да, я провел его в формате онлайн в Уссурийске, комментируя проезд техники военной и пролет авиации. Вот так вот. И потом по Уссурийску ездили по площадкам во дворы, вокалисты пели, поздоровали ветеранов, если не находились. Ну да, дистанционно. Да, дистанционно. Вот такая была история. И действительно, я думаю, что прям вот очень-очень обидно, что в этом году, 75-й годовщину, мы, к сожалению, встретили вот так. Это прям, вот по мне так это грустно. Это очень. Ну не наша вина в этом была. Понятно, что диктовала условия вся ситуация, которая сложилась в этом плане. Я очень много записывал именно аудио поздравления, обращения. В Уссурийске тоже звучал мой голос и на трансляции, и в репродукторы, если так можно назвать. А ретрансляторы? Да, ретрансляторы. Слушай, на твой так голос, он вообще, мне кажется, везде и всюду. Да-да-да. Что-то из этого года положительное в плане работы, в плане вашей работы удалось вынести? Конечно. Это новые форматы, наверное. Ну положительные. Вот и смеешься. Новый формат. Я мусор вынес, положу. Это новый формат. Да нет, на самом деле-то совсем приходилось справляться, что-то переделать, как-то под что-то подстраиваться. Но сейчас, к сожалению, к своему, получился такой момент, когда раньше ведущий, или диджей, не важно, диктовали свою сумму за проведение мероприятия. То есть ситуация поменялась наоборот. Теперь заказчик говорит, ну да ладно, господи, у вас все равно работы нет. Приходи за... Идите вот за 3 копейки работайте. Да. Да, Дмитрий, это правда. Усилился демпинг, так скажем. Да. Увеличился этот самый демпинг. И с чем мы, конечно, не согласны, но опять же. Иногда приходится соглашаться. Даже не соглашаться, а если выразиться правильно, идти навстречу. Дим, ну всему свое время. Ты, например, в этом году стал папой. Это прекрасная новость. Это великолепная новость. И зато у тебя есть время на сына. Прекрасно. Миша кошку он завел в этом году. Кому что? Кто сын, а кто кошку? Кому что? Нам было скучно в изоляции. Нам было скучно в изоляции. Мы занимались чем? Мы находились в развлечении. Вот это сын. Да, да. Он родился сын. Что было у тебя в этом году? В общем, я сына завел. Классно. Да, конечно, много положительных моментов. И в плане работы тоже они получились. Потому что приходилось осваивать какое-то новое мастерство. Что-то по-новому к этому делу подходить. Кто-то стал много писать. Кто-то стал... Писать и зачеркивать. Да, много читать. Кто-то стал там снимать. Потому что ясно, что был потерян немалый доход для людей из ивент-индустрии. Это те, кто плотно, хорошо, так крепко стоит на ногах. Тот, в общем-то, может достойно зарабатывать в течение одного месяца, в течение одной недели. И когда ты это теряешь, и, в общем-то, легко получал, прощался с деньгами, и когда ты это потерял, тут начинаешь изобретать что-то. Да, начинаешь экономить. Начинаешь ценить деньги, которые у тебя есть. Есть деньги. Я их ценю. Это да. Это была такая еще тоже история. Даже у меня в эту череду праздников, пускай их немного, пускай они все в таком формате и проходят у нас ограниченном, в эту череду праздников будет мероприятие, которое я буду впервые в жизни проводить. Это очень маленькое количество людей. Это мероприятие без звукового сопровождения, то есть без технического обеспечения. Еще и без микрофона, наверное. Да, вот я про это и говорю. То есть полностью без технического обеспечения, потому что есть запреты на проведение больших шумных мероприятий, есть запрет федерального характера и регионального, есть запреты конкретного заведения, которые тоже говорят. Нет, они будут. И поэтому я просто в качестве гостя буду находиться на празднике. Ну и так периодически из-под стола выскакивать. Да, я это называю, знаешь, как у бабушки на кухне. Да, у бабушки на кухне. В общем-то, вот такой формат, он тоже может быть интересный, потому что когда мы находимся дома, то шумная компания, друзья мы собираемся, мы же тоже что-то делаем. Кто-то играет в мафию, кто-то играет в какие-то другие настольные игры. Там Элиос очень прикольная, популярная игра. Крокодил тот же самый, да. И в принципе... Клато. Это знаешь, я вспоминаю наши корпоративы, чем занимался Дима. Ну это тогда все было можно. Это там было видео. Тогда все было можно. Тогда мы ого-го, аге-ге, и на сцене, на ходулях. На столе, да. Да, и на столе тоже было. Здорово. А сейчас лото. И поэтому в принципе такой формат, он, знаешь, в Москве уже давно, ну не то что давно, там год-полтора-два уже такая бытует история, что в Москве ведущие тоже перестали именно в проведении мероприятий использовать какие-то такие подвижные конкурсы, как это раньше принято было, да, там на свадьбу заезжаешь, там э-э-э-э-э, и все, там переодевашки, там все табуном бегают. Ну, Константин у нас любит, да, Гелецкий такие, э-э-э, его за это и ценят, что он аге-ге, и так все, значит, вся деревня гуляет. Вот. А москвичи... Поспокой. Одиславу, допустим, один из первых, кто говорил, ну приезжал, рассказывал, говорит, пять часов ни одного конкурса, только лишь интерактив, только лишь диалог, только лишь разговор. Я там давно работал. Ему проще, ну ты это не вывел на такой определенный уровень, и я это не сказал, ребята, я это придумал, а он это придумал. То есть за пять часов мероприятия он не проводит ни одного конкурса, но ему проще, он стендапер. Еще он умеет говорить хорошо. Да, начинал он полностью стендапа, а потом уже как бы история пошла туда в введение организации мероприятий. Могу ошибиться. Так вот, и в этом есть какая-то определенная фишка своя. Но это нужно быть настолько максимально погруженным в клиента, в его организацию, в его сферу бизнеса. То есть это такая очень большая работа, тоже домашняя. Но у нас есть один большой плюс. Мы умеем разговаривать. Это я знаю. Вот в этом все и хорошо. Почему? Потому что Дима правильно сказал, что пошла такая тенденция не делать каких-то там крупных, больших конкурсов. Конечно, заказчики разные, кто-то этого хочет, кто-то ждет конкретно. Вот сейчас у нас будет друга Джага-Джага. А все это говорит, нет, 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 давайте так скромненько посидим, спросите, как у нас дела, а мы вам скажем классно. И вот есть такие форматы, и все это зависит не только от умения ведущего, это еще зависит от человека, который заказывает. Ну и от аудитории, конечно. Да, если есть те люди, которые пришли конкретно поговорить, иногда бывает такое, что действительно ты выходишь к аудитории, и ты понимаешь, что ты им в принципе не интересен. Что он сказал? А, предложил поднять, а, давайте сейчас поднимем, и дальше начинать разговаривать. Такая история тоже есть, и без нее тоже никуда не деться. Вот к этой истории тоже надо быть готовым. Потому что есть такие, я один раз увидел такую ведущую, которая, я думал, через два часа она уже разобьется в лепешку. Просто. И ничего не помогает. Я понимал, что у нее столько энергии, и некуда было ее деть. Она просто как юла вот так вот вокруг. Я вот так сидел на нее, смотрел, думаю, когда сядет батарейка? Когда это оф? А народу не заводился. А народу не хотелось этого. Народ не хотел этого куража. Они тебе, ну, подстаньте от нас. Нет, давайте мы сейчас не будем. Давайте мы там вышли, они там куда-то сходили, там перекурить, там кто-то в уборную. Вернулись обратно, сели обратно, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Что разговаривают, что тут потихоньку кто-то ест, кто-то пьет. Все. Вот это была у них история. Вот это им было, вот они хотели такого праздника. Они там не виделись, может, там 5-6 лет, где-то кто-то. И хотелось поговорить. Тогда здесь, походу, надо переключаться и выдумывать что-то новое. Надо просто присаживаться рядом. Да, вот. И вот тот вот формат, когда ты просто так по душам сидишь и заговоришь. Вот этот формат, это интересно. За что я вас люблю, за то, что, в принципе, у вас можно было... С вами надо было поздороваться, и вы идите. А дальше вы же сами. Да. Мы такие. К 2021-му готовы отмечать? За 19 лет, первый раз в своей жизни, это новогодняя ночь. Я не буду работать. Да, я не буду работать. Я работаю 31-го числа на центральной площади до 22-30-ти. 22-30-ти мы сейчас. А, то есть городское мероприятие ты у нас ведешь в этом году? Да, да, да. Оно будет, как в прошлом году, и вот в этом так же. И потом... А потом я не знаю, что делать. Серьезно, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. А ты едешь домой, включишь телевизор. У меня был один раз. Президента посмотрел. Ну, я его и так смотрел каждый год. За 19 лет у меня тоже так было один раз. И что делал? Я приехал домой, я как рассказал. Ну, наконец-то я посмотрел вот эти новомодные голубые огоньки. Все. Увлекательная история. Я, кстати, тогда вот в тот вечер я тоже отработал городскую площадь, не помню, какой-то год был. И приехал домой. Приехал домой. Ну, да, шампанское, коньячок. Розы. Оливье. Селедка под шубой. Подарки. Полночь под бой курантов. Класс. И все, в 3 часа ночи я спал. И после этого я сказал, я хочу работать 31 декабря. Ты знаешь, тут даже, почему ты хочешь работать именно 31 декабря, потому что там маленький секрет, или не секрет, может быть, да, твой гонорар увеличивается в 2-3 раза. Это та ночь, которую ты зарабатываешь, как за месяц. Как, да, знаешь, один день, потом месяц тебя кормят. Ну, вот у нас, вот это. Потому что индустрия, ивент, вот как раз в декабрь месяц, это прям для него. Тут тоже такая история, что сезонность есть везде абсолютно. Она в любой сфере, в любом бизнесе, она есть, существует. Вот с середины, там, октября, с начала ноября до середины декабря, это за тишина. Люди экономят. Народ готовится, готовится. Потом начинается, там, я помню, самое ранее, в декабре, самый первый ивент, посвящен Новому году, у меня был 8 декабря. Мы запускали в торговом центре такую акцию большую, предновогоднюю. И вот 8 декабря началось, там, как по театральному еще вспомнить, это театральное прошлое, это назывался Новогодний куст. Да, куст, когда вот начиналась вся эта новогодняя суета, вот этот куст я открыл 8 декабря. И потом 12-й, 13-й. А я помню, у меня было ранее 12 декабря, а самое позднее, когда я крикнул «Эгей, с Новым годом», это было в Хабаровске, по-моему, числа 16 января. Я уже помню от этой фразы, песни, дискотеки, аварии, новогодняя меня уже немного подклинивала. И фраза «Эгей, с Новым годом», и я прям помню, что я когда вот ее крикнул в январе, у меня было ощущение, что я вот сейчас, знаете, вот «Эгей» и сознание я должен был упасть. А у меня самое позднее было 23 или 24 января, это сеть ресторанов у нас в городе, они вот работали, 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 да, да. И потом собирают свою банду, всю свою команду, кто работал, и для них, ну тогда да, это с Нового года, 23 января, ты такой «Эй, Геннадий, что происходит?» И это напоминает историю с елкой, знаете, когда стоит, 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 а потом уже… Да, я вернусь к работе, да, к зарабатыванию денег, потому что ты потом начинаешь много-много работать активно, а потом, ну вот еще январь, там до старого Нового года, как бы еще что-то есть происходит, там, но это уже такие частного характера, а потом… А потом, 23 февраля, встреча. Ну, 23 февраля, день всех влюбленных, то есть, как бы, и такая тишина, потому что народ все потратил, наелся, напился, худеет, начинает работать, кто-то кодируется, там, к этому времени, да, чтобы вот так вот… Потом к 23 февраля подбирает код. Угу. Ну, а там сам Бог велел. Ну, это да. А там 8 марта. Поэтому, ну, есть такая история, да, что увеличиваются гонорары, там, по-другому как все работает. Сейчас, вот в этом году, такой истории нет. Да. Если, если тебе выпала возможность поработать за, там, привычные тебе деньги в новогоднюю ночь, ты счастливчик, тебе повезло. Я просто знаю ряд ребят, кому действительно, кому повезло. Потому что настолько сейчас индивидуально все это в плане отмечания и празднований, большие корпорации, которые делают, там, мероприятия для коллективов 300, 500, там, 700 человек, они еще на берегу после лета сразу же стали отменяться. Потому что перспектива была такая, что, да, грядут запреты. И поэтому, вот, чтобы не тратить сразу деньги на предоплаты, на закупку, там, оборудования, техники, отказывались сразу. На берегу? Да. Более такие средние, там, 100-150 человек еще надеялись, еще держались. До последних, да. А мелкие частные, они, как бы, ну, и сохранились, но их осталось не так много. Тут о чем речь, даже какие-то мелкие мероприятия, там, небольшие, там, до 20 человек. О чем речь говорит, когда ты сидишь, ждешь мероприятия. У меня в, на прошлой неделе мероприятие отменилось за 2 часа до начала. То есть мы уже были готовы, уже накрывался ресторан, уже все, официанты уже в отглаженных рубашечках, все было готово. И, там, в 7 часов начало, а в 5 говорят, sorry. Ну, я помню, мы с Мишей уговаривали тебя еду оттуда привезти. Да, 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 да. Мы попросили тебя очень серьезно, ты ее не привез. И то есть как, а как, ну, вот так вот, вот так вот. Сейчас ты, кстати, хорошо вспомнил, я прямо сейчас обиделся. У кого-то мероприятия отменялись, там, за неделю, ну, за месяц, это понятно. Ну, можно теперь расстраиваться, у Миши вообще весь коллектив на корпоратив не пришел, да, Миша? Да, это не у меня. Ну, это у того человека. Ему просто была история такая, да, у меня в жизни. Когда много компаний, да это еще до пандемии было, много компаний в одном заведении по столам. Ну, я смотрю стол, ну, уже все, все пришли, там, в 8 вечера, там, джига-джига, дискотека, там, все пляшут. И мужик один сидит, большой стол, человек на 25, а он один. А приборы были на 25 человек? Все, да. Все накрыто на стол. Потому что один хотел такой, как барин. Он кому-то звонил. Пошел с той стороны стола, взял индейку. Передайте мне, я сам. Нет, это может. Вот история такая, ну, видимо, коллектив зачем-то хотел так проучить своего начальника. Ну, просто не пришли люди. Мне, безусловно, было грустно смотреть на него. Да. А ему? А ему, видимо, было потом грустно. Под конец уже весело. Сначала грустно, потом немного грустинку начал разбавлять. А потом я видел, как просто какие-то люди уже другие просто садились за ту стол и ели. А когда, а, садились другие люди, а он уже друзьям звонил. Он уже, да, он уже кому-то звонил, видимо. Кто-то приезжал, он там махал кому-то рукой. Кто-то его видел, приходил, обнимался. Как я понял, это была уже просто тусовка. Чисто, ну, а что деньги же потратил? Ну, не пропадать же иди. Ну, все, вот, все пришли там. Ну, такая история. Бывают такие моменты, да. Это гораздо, я думаю, хуже, нежели просто отменилось. А когда к тебе не пришли, это вот эта печальность. Слушайте, ну, за этими историями я вас и позвала. Давайте повспоминаем. Дим, у тебя были какие-нибудь курьезы новогодние? Да, я что-то на центральной площади на елке не сгорел. Диму сказали. Подожди, подожди, подожди. Ну, ты ладно, пусть он рассказывает. Миша, давай рассказывай. Печаль такая. Это вот я сейчас просто вспомнил. У меня одели костюм какого-то снеговика. Я помню, что я не мог ходить, потому что он был настолько низкий, у меня коленки не сгибались. А мне надо было на сцену подниматься. А валенки были высокие? Нет, нет, вот сам костюм. Вот этот шар был под коленками, то есть он должен был вытшивать, а коленки не сгибаются. А дырка вот такая, ну я вот так вот. И поставили какие-то тепловые пушки на сцену, причем сцена была вся открыта. Зачем их там поставили, непонятно. А пушки были на газ, газовые вот эти, которые вшшшш-синее пламя. И я такое понимаю, что что-то мне тепло становится. Подпекло. О-о-о, я чуть не сгорел. Ну, просто было фееричное шоу на центральной площади, здесь горит, сне горит на сцене. Это была жареная зефирка. Да, примерно как-то так. Да, такая была тоже история. аккуратнее надо с этим делом. Слушай, тебе прям везет на пожар, а то ты невесту тушишь, что ты сам говоришь. Да, невеста горела у меня на свадьбе. Хорошо, что была рядом праздничная шабацка, я ее праздничном тушил. Молодец. Слушай, ты говоришь про курьезы, я вспоминаю и ничего вспомнить не могу. Как-то все гладко, все так ровно всегда. Это нет, это надо просто повспоминать. Знаешь, сколько мы работаем, по-любому что-то было. Да, но гладко ровно здесь для аудитории, для публики, для гостей, а когда ты находишься за сценой, там много чего происходит. Там в кулуарах благим матом гоняют тех, кто что-то делает не так или кто не успел переодеться и выбегает почти в том, что успел надеться. Технические накладки всякие разные бывают. Ну взял, отвалился аппарат, допустим, и все. И есть только ты, микрофон и 4-5 тысяч человек перед тобой. Это была плащадная история. Это была плащадная история, когда в 2019 году саммит от Эстена, большие мероприятия у нас проходили на Динамо и на площади центральной. Я помню 4 дня я отжимался на центральной площади, то есть что-то там с 12 до поздней ночи, и был момент, когда была жара, и пульт звуковой просто перегрелся и выключился. Вы представьте, а народу на площади, ну я не знаю тысяч сколько было, 10, потому что там наши звезды и российские эстрады пели. Я понимаю, что я стою и я понимаю, что у нас работает не общий звук, а только мониторы. Я так монитор перевернул, туда плюнул, и там что-то. 5 минут, короче, мы вывезли эту штуку, вывезли эту историю, и потом уже просто я вышел за кулисы, когда ушел, зарядилась группа, начала играть. Я выхожу, говорю, это я сейчас 5 минут так отжался, у меня было ощущение, что часа 3 тут я тампутан буду тут делать. Слабак, 40 минут, 40 минут перекрыть паузу самим собой, а Слава Булайн, если вспомнить, когда запускали, Владимир Владимирович, когда приезжал на турнир по дзюдо самбо. Я как раз на русском острове был. Это я на русском острове был. Это было первое мероприятие подобного характера, был создан турнир такой, и на 4 часа он, по-моему, оправдал Владимир Владимирович. Слава Булайн 4 часа тянул паузу. Потому что пленарная, тогда у нас была церемония награждения как раз на русском острове, и потом они все поехали как раз вот туда. Но почему все задержалось? Потому что у нас на русском острове церемония награждения с 5 главами государств задерживается на 2 часа. Сдик уже идет. Почему? Потому что как раз Владимир Владимирович проводил пленарную сессию вот эта большая, и она очень сильно затянулась. Там уже многие, все эти организаторы ходили, типа, ребят, мы вообще никуда не успеваем, то есть нам вот это надо сделать. А что, идут же прямые включения на Россию 24, все это как бы показывается. Тут им уже надо в Фитисов арену ехать, а тут еще на русском не закончили. Вот эта суета какая-то. А я сидел, пил кофе с гербовой кружечки. Я говорю, ну, я бы вам с удовольствием помог, но не знаю как. И все было хорошо. Ну, это такие, это не новогодние конфузы, которые бывают. Знаешь, сам Новый год, он все-таки, вот именно сам Новый год, именно полночь, бой курантов, мне кажется, это все-таки такая должна быть какая-то домашняя история. Потому что конфузость заключается в том, что ты работаешь в мероприятии. Новый год, 31 декабря, на первый, мы переходим. И там по молодости всегда, ну, что делать, что делать. А люди отключаются в этот момент. Потому что, во-первых, вот здесь, да, я тебя поздравляю. Потом начинается полчаса звонки, смс. А ты такой, эй, праздник тут, я же здесь. Я всегда был, часа вот этих отдавал. Да, я говорю по молодости, как это было. Знаешь, я вспоминаю историю, я тебя перебью. С подружкой мы с моей, один из лучших вообще праздников новогодних в моей жизни. Отмечали вдвоем с ней Новый год, но потом понятно, что уже не вдвоем. Ну да. Вдвоем, да. Но, бой курантов, мы в клубе были, бой курантов. Вроде как все начинают друг друга поздравлять. Где-то, видимо, этот бой курантов. Все, какая-то суета, шампанское, тут же эти… Бенгальские огни. Бенгальские огни, да. И Маша стоит такая, Юля, а мы президента прослушали. И все, и праздник… Ты рассказываешь историю, которую я вспомнил. Помните, как на Сахалине новогодняя ель сгорела в 31-м? Слушай, у меня была реально такая история. Упустили этот момент, не затестили… Запуск телевизора. Не затестили. Они были, все как бы… Ну, я без задней мысли, администрация там занимается, заведение всем этим… 15 минут до полуночи… Чё, чё, телекомендарь? Чё, президент сейчас будет? В общем, не получилось. Почему? Надо было искать на Ютубе или Камчатку? Искали, не получилось ничего. И один из гостей, ну, устроил немного скандала. Сказал, а как Новый год-то? Президента я не слышал. Ну, в общем, скандал перерос, психанул, кинул салфетку, уехал домой. Видать, смотрел там дома на Ютубе. Ну, скорее всего, да. Ну, это да, это действительно. Вот, я не знаю, без президента никак. Ну, год. А были у вас какие-то предложения необычные? Ну, не знаю… Снегурочкой выйти. У меня в студенчестве была вообще дикая какая-то, такая фееричная история. Но ты актер театра? Да, да, да. Театра молодежи. Я в то время еще учился в Академии искусств. Александр Петрович Славский, мастер курса, да. Здравствуйте. И Юлия Соломова, по-моему, она была, да, еще здесь. Она организовывала шоу. И нас набрали шесть пацанов с потока нашего. Было шоу «Снегурочек». Каждая «Снегурочка» – это была своя эпоха. То есть, почему были пацаны? Я даже сейчас не могу этого понять. То есть, это было начало двухтысячных. Почему пацаны должны были исполнять «Снегурочек»? Но это был фурор. Это был реально фурор, когда небритые «Снегурочки» выходили на каблуках. А, тогда казаки были популярны. Вот эти украинские группы. Наверное, это на нее повлияло. Может быть, да. Мужчины, танцующие на каблуках. Ну, в общем, каждая «Снегурочка» была в своей эпохе соответственно. «Хиппи», «Панк», «Кислотная Снегурочка». Мне доставались, по-моему, восьмидесятые. Я был такой миловидной блондинкой. Это было круто. Небритая миловидная блондинка. Я вспомнил свои первые 100 заработанных долларов на Новый год. Ну, это очень хорошо. Да, это 2002-2003 год. Непонятно, что происходит. Нет, даже не 2001-2002, наверное. Да, это первый курс еще у меня был. Когда мне просто говорят «100 баксов», и ты просто два часа в костюме «Символа года» гоняешь. Скачешь «Пфу, давай». Нехо. 100 долларов в то время это были такие деньги. Ну, о чем речь, когда стипендия была 800 рублей, мама тебе отправляла 2000 на месяц. А доутс тогда был уже, по-моему, по 6 рублей. В общем, тогда было 100 баксов. Это было вау. Багаж. Они все быстро тратились. В те годы, да, очень много тратилось. Иногда вспоминаю, что ты начинал работать в 2000-х годах. Ты начинал работать со среды. Среда, четверо, пятница, суббота. То есть по заведениям. Тогда клубы открывались один за одним. Клубные программы. Я с них начинал когда-то работать. И я понимал, что реально мы тогда зарабатывали. Тогда зарабатывали. И сейчас ты уже, когда понимаешь, с годами понимаешь, что деньги могли приносить пользу. А не только в те годы счастья и радости. Да, дарить удовольствие. Это было как-то так. А новогодние истории, их много. У каждого, наверное, своя новогодняя история. Я думаю, что кто-то не успевает Новый год встречать. Кто-то в дорогах. Мы ехали, да, вот еще тоже вспоминаем. Была у нас команда братья Гримм. Клоуном и Силос был. Ром Колотухин, да. И мы были как их младшие братья. Потому что было много спроса на именно Силос. И Ром Колотухин тогда принял решение создать еще одну команду. Да, братья Гримм мы были. И, знаешь, как скучно и грустно, когда под бой курантов ты несешься на машине из-за города, из одного ресторана в другой. И мы, я помню, какой-то год там 2005-2006, наверное, был, когда мы влетали с седанки, там, Академгородок. Мы летели во Владивосток. Говорю, пацаны, полночь. И вот мы к Зарев начинаем подъезжать. И на Владивосток везде салюты, фейерверки, там, вот это все. А мы такие уже едем, потому что у нас, как бы, мы уже чуть-чуть опаздываем. И сейчас еще потом дальше, там, по городу нужно было ехать. И говорю, ну, что, пацаны, с Новым годом. А все, ну, я за рулем, там, все трезвые, конечно, потому что работать и алкоголь – это несовместимо. Потому что график очень сумасшедший. Да, можно было. Да, можно сломаться. Прям реально сломаться, потому что там со скорыми потом откапываешься, лежишь, потому что, ну, ты устал, все, организм так истощен. Вот так вот, так грустно встречать Новый год. Но зато красиво со стороны смотреть на праздный Владивосток был. Да, да. У актеров, у артистов, у ведущих, я помню эту театральную историю, старую, добрую, что по студенчеству Новый год у нас был с 1 на 2 января. Да. И потом в себя ты приходишь третьего, и когда тебе говорят сегодня третье, ты думаешь, а где, ребят, где прошло? А мы отмечали, ну, отмечали хорошо. А по театральному вообще, вот если театральные вспоминать времена, то на старый Новый год отмечается Новый год. Потому что, ну, в театре это понятно, это тоже. Спектакли, утренники. Программы, утренники, Дед Мороз, спектакли, все это как бы происходит. И ты работаешь, 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 работаешь. А потом не работаешь, работаешь. Утром, да, утром для детей, там, вечерние спектакли убирались уже из репертуара, там, на неделю до Нового года и после Нового года. Потому что там две-три программы делалось для детей, то есть два утренника, для детей постарше после обеда делалась там дискотека. И потом ты мчал еще куда-нибудь, там, один кабак, другой кабак. Какой-то днем, может быть, там успевал на официальное мероприятие где-то там кого-то поздравить, с каким-то там комитетом спорта или с управлением там хозяйства какого-нибудь речного, там, что-нибудь такое. И очень печально, когда, когда ты много говоришь, твой голос может тебя оставить. Насовсего. Да, да, да. А у меня была такая история, что реально очень много было работы накануне. Спектакль первоутренний, потом второй утренник, и на второй и все. И просто, да, из тебя выходит просто воздух, без звука, потому что связочки решили не соприкасаться. Я за один час вводил в спектакль на свою роль коллегу моего в то время, Кирилл Денисовец. Я его вводил, ну он как бы поверхностно знал спектакль, потому что он все равно как бы там видел, как репетиции были. Но конкретно принимали часть. Это было так смешно, знаешь, было так смешно реально, когда у него выход уже, а я стою, все, я ему нашептываю текст, там, подпихиваю, говорю, выходи, стой, иди сюда. А он текст не знает, и он с текстом, стою за колесами, говорю, ага, выбегает, и так текст в руках держит, и взгляд, и в текст. А тут сцена, действие идет, и он так с текстом, да, такой, убежал, кинул текст за колесами, и обратно выходит, и все, и начинает работать уже. То есть такие моменты, да. Есть такой момент. Слова, ну, слова же. Есть свой, только не забывать. Слова забыл. Знаешь, я вспомнил, это были тоже, кстати, новогодние праздники нашего работы на радио, когда я работала еще на новостях на радио. Миша с нами еще тогда не работала, вот ты работал. Мы с Костей Скударновым забирали у меня вот как раз в предновогодние дни, когда все уставшие, все уже спать хочется, домой хочется. Мы у меня отбирали монитор, ну, так импровизируй дальше, не помнишь? Ну, это было очень забавно, да. Новостной, а, мой монитор, конечно, новости? А, она читала новости, она читала новости, а мы всячески им мешали. Костя, по-моему, Илья, ну, кто-то из нас сидел на пульте, вел музыкальное оформление новостей, а второй, да, делал фокусы. А новостички, они же как, они же… Уж серьезно. Да, они же у них все там по бумажечке, там как бы шаг влево, шаг вправо нельзя, это тебе-то легко и просто, а у них там наизусть они не знают. Да мы свои новости помним наизусть, пока напишут десять раз. Пишут же, да, конечно, пишут, проверяют. Это как у протокола президента, шаг влево, шаг вправо, нет-нет-нет. И не важно, что это слово, ты не можешь выговорить совсем, от слова не совсем, а вообще, но приходилось перерабатываться так, что отлетало. Что делать? Ну что, будем поздравлять всех с Новым Годом? Поздравляю с Новым Годом? С наступающим 2021. Да. Я за. Дмитрий. Доставай. А у нас есть кое-что спрятанное. Я прощаться собралась. А, прощаться? Хорошо, попрощаемся. Подожди, идите. Давай. Мы не можем поздравлять с Новым Годом без… Ей нельзя, она на работе. Хорошо, да. Мы не можем поздравлять с Новым Годом с пустыми руками. Почему? Потому что все равно даже наша… Я с вашего позволения. Наша детская шампанская. Да, да, да. Дима, пожалуйста. Она не боль, она же детская, она не ход. Она не боль, вы думаете? Вам на всю флёр не стреляли, мне новости читать. Да, да, да. Потому что как ты любишь. Ай, ай. Получать у тебя? Конечно. У! Ура! Это вот и под руку просто. Я что-то сознание сейчас не потерял. Давай, прошу. Ой, ну а так и должно быть, Новый Год, с бризгами, с… С салютами, с ферферками, с… С ферверками. С ферверками. С ферверками, да. С ферверками, да. Со всем этим… Ну давайте, куда? Владивосток. Куда? Куда? Давайте туда. Россия, страна, мир, планета. Это был интересный, увлекательный 2020 год. Неповторимый. Очень. Вот хочется, чтобы он точно был неповторимым. Это да. И не надо повторять то, что было. Поэтому пускай нас услышат те, кто управляет всей этой системой солнечной. Пусть 2021 будет ярким, добрым, классным в плане того, что мы будем потом просто вспоминать о всех этих событиях 2020-го. Да. И, конечно же, давайте вернемся в привычный ритм. Пожалуйста. Хочется уже жить. С наступающим Новым годом всех. Всем мы желаем счастья, любви и, конечно же, здоровья. Берегите себя и совет близких. И это была программа «Время говорить». С наступающим. Юлия Работская, Дмитрий Каплун, Михаил Бровкин. Ура. С наступающим. Ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова